Всем привет, друзья мои! Решила выйти сегодня погулять, пока мой муж спит. Такая погода замечательная. Вы видите, я иду в одной спортивной. Вышла погулять к морю. Так хочется моря. Может, ножки помочу, не знаю, посмотрим. Но вот такое желание есть, посмотреть, какая температура. Море, вместе со мной погуляем. Кстати, хотела вам рассказать, какие новости в Турции. Раньше, допустим, только можно было деньги получать именно в том банкомате, у которого у вас карта есть, счёт. Если вы из чужого банкоматика хотели вытащить денег, то у вас брали комиссию. Сейчас такое отменили, комиссии не было. Так что это очень хорошая новость. Перехожу дорогу и посмотрю, что там изменилось за время моего отсутствия. Уточки есть. Все на местах. Там тоже кормят их. Только гусей развелось. Видите, как их много. Посмотрите, сколько чаек. Сколько чаек. Видно, рыбы здесь много, да? Как вы думаете, их кормят сейчас? Ммм. Женщины кормят их. На это смотреть одно удовольствие. Весь канал в чайках. Как их много. Огромное количество. Блокат повесили. Нельзя. Запрещено сигары курить. Я слышала, что на улице тоже запрещено. Турция борется за здоровье. Даже на улице нельзя, наверное. 12,28. 22 градуса, друзья. 22 градуса. Мое любимое море. Купаются. Я сейчас посмотрю, какое море. Может, ножки помочу. Так интересно. Вон там кто-то сидит пикнить. Класс. 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 И я посмотрю. Помочу ножки. Ну что, заходим. Сколько булыжников здесь. Ой, нормальная морочка. Ура, я это сделала. Я это сделала, друзья. И купаться даже можно, мне кажется. Какая я молодец. Акваланг вон там купается, ныряет. Наверное, мидии. Все достаточно. Помочила ножки. Теперь сяду, посижу. И отдохну. На месте смотрю. Так классно. Боже, какая благодать мне этого нужно было. Этого мне не хватало. Сижу. Хотела сижу. Мне этого не хватало, потому что я очень, в последнее время, морально устала. А сейчас так хорошо себя чувствую. Соговорить. Решила изменить свой маршрут. И пойти так, потом вернусь. То и дорогой вернусь. Рассмотрим наши цветочки, кустарники. Боже, какая красота, да? Сегодня моя подружка Людмила из Казахстана прислала мне. У них минус 32. И у нее роза такая расцвел. Вот это вот Люда, розочка. Вон, в Турции, везде, на каждом шагу. Видите? Только я не запоминаю. Вот минус во мне. Не запоминаю название растений. Я же не все должна запоминать. Не так ли? А там, посмотрите, какие трущобы. Куда зашла, сама не знаю. Вдоль нашего парка. Это тоже у нас растут. Вот, видите, падают, падают. Никому не нужно. Кстати, у меня что есть. Видите, забыла кактус такой, который очень полезный. Я его здесь выкопала. Потом его перенесли отсюда. Такое красивое ситое с бассейном, но уже сейчас никто ничего не ухаживает. Какие цветы красивые, не так ли? Боже, какую я вам красоту показываю. Девочки, мальчики, у кого минус 40. Ну, посмотрите, Асенька, возвращайся к нам, Боже, ну посмотрите, какие красивые кустарники. Ой, кто-то говорит, почему я так люблю Мерсин и не забыла про Батуми. Некоторые говорят, некоторые. Я не забыла про Батуми, но смотрите, здесь мне очень комфортно, классно. Мне напоминает Мерсин Батуми, но нету сейчас возможности уехать в Батуми. Ну, я как будто дома у себя. Дома у себя, но в Турции. Когда здесь будут какие-то мероприятия проходить, это, наверное, приготовили они площадку для фестиваля Цитрусовая. Но уже два года у нас все тихо. Я уверена, что в этом году будет самый-самый мощный фестиваль. Приедут все страны мира к нам на фестиваль. Видите, сатылы. Ну, я бы здесь не захотела жить. Ухоженное, все заброшенное. Сижу, я забыла про маску, на меня поэтому так смотрится, какая блондиночка поехала. Почему я села? Потому что мой Ашкэм позвонил. Где ты, говорит, любимая? Я говорю, соскучился. Очень соскучился. Я говорю, ну, тогда я сейчас вернусь. Хоть чуть-чуть посидела и говорит, боже, какая погода, какая благодать. Это просто кайф. Все люди выходят. Надо каждый день, как я раньше выходила, каждый день. Это же такое здоровье, да? Как вы думаете? Еще какое здоровье? Сейчас покажу вам, переверу камеру, как красиво здесь. видите, как курны здесь аккуратненько. Все, пакетики чистенько подметено. А здесь образовался пляж. Море прибило камни. Так не хочется возвращаться домой. Катаюсь так. Ашкем Эндер не может здесь кататься. У него голова кружится. А мне хорошо. Вместе с нами. Не хочется идти домой. Не хочется домой. Зашла в пекарню и купила три семита и вот такие вот две булочки. И купила также себе ржаной хлебушек. Все это заплатила в 12.50. Наверное, семит по два. По две лиры. Кто-то потерял. А хлеб 2.50. Возвращаюсь домой. Отдохнула, прогулялась прекрасно сегодня. Сейчас будем чай пить с Эндером. Интернет отключила на час-полтора. Отдохнула. Иногда надо так делать. Так что не обижайтесь, мои друзья и подписчики. Светлане тоже нужно морально отдохнуть иногда. Наши красивые цитрусы, которые ждут меня. Ну, как же я залезу туда, а? Не такая же я голодная, чтобы с этим вареньем еще возиться. У меня уже сегодня рыбка, наверное, поспела. Засолилась и туда, и можно пойти погулять. В общем, куда не выйдешь в Мерсине, везде классно и красиво. Это район Мезетли. Залетела муха, и у нас, посмотрите, какая память, паника. Яшка бы позвала, говорю, ашка муха, потому что у нас же нету мух. И мы сейчас вот только поужинали, убираемся, и она, представляете, садится нам в рот лезет. И целая паника, вот так крокодил к нам залетел. А? Сын, кой-кой? Чай кой? О, чабу gelecek. емех 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 емех, емех 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 емех. Дольдерг, дольдерг, дольдерг. Саны, сана. Саны. Какой хороший этот аппарат, посмотрите, Омаш, гостер, Гостер, су, посмотрите на этого хулигана как классно вообще и 2 купился мы как разлинились с ним друзья мои хотелось сегодня выпить немножко мне давление поднялась а папа зол у меня закончился мои препараты нефидипин я принимал и папа зол самый-самый легкий видно переутомляемость ними или что вы смотрите почитала сегодня аннотацию надо прийти идти к врачу нич тут какие-то странные таблетки вера помину на кстати и там написано что нельзя при игре при приеме вместе с грейпфрутом соком а я как раз утром приняла грейпфрутовый сок думаю аллергический аллергичный вот этот препарат а я и так аллергичная блин выпить лекарства для меня сейчас целая проблема но я что сделала у меня в 2 папа зол выпила там еще осталось пару штук что буду делать потом не знаю выпила корвалол выпила ножку него до сих пор такая какая-то тяжесть затылки пошла шкулять пришла ничего не хочется не макияж делать ничего поэтому себя не показываю еще это муха залетела и даже обед не готовила что вчера приготовила вот этот доел мой муж все съел слопал сегодня тоже ходил с друзьями там встречался ну а мне сказал что возьмет рандеву у врача и пойду я выпишу себе какие-то турецкие таблетки уже для давления потому что папа зол кто мне сейчас привезет если кто-то ехал из вас привезли бы мне кстати если у вас есть возможность пожалуйста кто едет мерсин привезите мне папа зол побольше таблеток штук 50 наверное даже больше в одной упаковке 10 допускай 50 мне хватит и нефедипин я просто привыкла к этому препарату я уже знаю она мне подходит убедительная к вам просьба мои подписчики и зрители друзья мои эти препараты мне помогают давление у меня редко но бывает иногда все таки на всякий пожарный пока поеду грузию и куплю себе но все столько сделала запаса что только сейчас у меня спори закончилась почему потому что климат мерсине изменил вообще мое состояние самочувствие я раньше батуми постоянно принимала гипертензивные предсредства но она все таки решила себя показать а здесь турции здесь турции я очень редко принимаю но иногда бывает организм свое берет я не пойму я может это после грейпфрутового сока сразу дают но мне так хочется его с утра выпить витамины принимая поливитамины и вот не знаю наверное устал переутомляясь но еще ладно пойду я сейчас вот чай его и чай на нас бросила все и буду заниматься своими делами будем пить чай и отдыхать сашка и мам